Теперь нам нужно сказать несколько слов по поводу, собственно, употребления греческого имперфекта. В начале урока мы сказали, что имперфект более-менее соответствует прошедшему времени несовершенного вида в русском языке. Почему более или менее они точно соответствуют? А дело вот в чем. А если мы посмотрим на употребление прошедшего времени несовершенного вида в русском языке, ну и вообще на употребление несовершенного вида, как я уже говорил, мы с вами отметим, что несовершенный вид в русском языке – это такой вид по умолчанию, который не говорит о том, как именно произошло действие. Я читал эту книгу, может обозначать и то, что я ее читал и прочитал, и то, что я ее почитал какое-то время и бросил, так и не дочитав. Я прочитал эту книгу, содержит специальную информацию, то есть книга была прочитана. А я читал, может и соответствовать, я прочитал эту книгу по смыслу, и может соответствовать, прочитал и не закончил. А вот такая ситуация, когда в языке есть две формы, и одна имеет такое узкое конкретное значение, а другая имеет такое широкое и расплывчатое, называются, что есть маркированная форма и немаркированная. В русском языке маркированной формой, то есть той формой, которая выражает специальное значение, является форма совершенного вида, с таким значением завершенности. И немаркированная форма, которая вот так вот охватывает широкий спектр возможных значений, это прошедшее время несовершенного вида. В греческом видовая система немного иная. В греческом на самом деле не два вида совершенно и несовершенны, а в греческом языке три вида. И мы с вами в следующем уроке познакомимся с так называемым греческим аористом, который, собственно, и выражает вид по умолчанию в греческом языке. Не маркированный вид, не описывающий, как именно произошло действие. И по контрасту с аористом имперфект является маркированным. То есть если автор, описывая события в прошлом, использовал не аорист, которое такое типичное и обычное время по умолчанию для прошедшего времени, это будем, конечно, обсуждать позже, а использовал имперфект, то он его использовал именно для того, чтобы подчеркнуть некую видовую значимость. Имперфект имеет вид, продолженный в греческом языке, это продолженность вида, ну и какие-то нюансы, связанные с этой продолженностью. Это та причина, которая заставляет автора использовать именно имперфект. Да, очень часто, практически всегда, греческий имперфект переводится на русский язык прошедшим временем несовершенного вида. Вот в смысле перевода здесь просто. Увидели имперфект, поставили прошедшее время несовершенного вида, всё. Но как толкователи мы должны обратить внимание на то, что в русском языке, ну, стоит прошедшее время несовершенного вида, ну, и стоит это, и вот ничего как бы сильно значимого с этим может быть не связано. А в греческом, если стоит имперфект, то зачастую это сознательный авторский выбор, чтобы подчеркнуть продолженный вид. И не как переводчики, а как толкователи мы должны задаться вопросом, зачем этот продолженный вид подчеркивается. Что такого особенного есть в действии, в ситуации, в намерении автора, которое приводит к тому, что он избрал имперфект, а не более типичный для греческого языка аорист. Ну, а теперь давайте мы пройдемся по категориям употребления имперфекта, то есть, что вообще может заставлять автора избирать имперфект. Опять же, категория употребления, сходная с категориями употребления русского прошедшего времени несовершенного вида, просто имперфект более акцентированно и более подчеркнуто выражает вот эту видовую значимость. Итак, у вас это описано в разделчике, в таком небольшом экзегетике, в конце параграфа, и мы пройдемся по категориям, представленным в этом разделчике. Первая категория и первый пример, обсуждаемый в учебнике из Евангелия от Марка 9.31, это так называемая категория продолженного или описательного имперфекта. То есть, когда имперфект описывает события, подчеркивая, что оно длилось какое-то время. Итак, 31 стих. И так далее. Итак, о чем здесь идет речь? Давайте мы переведем. «Ибо он учил учеников своих и говорил им, что сын человеческий предается в руки людей и убьют его, и, будучи убит, через три дня воскреснет». Здесь у нас имперфекты. «Ибо он учил учеников своих и говорил им о своей смерти. И имперфект подчеркивает продолженность. То есть, в течение какого-то времени он учил и говорил. И автор, используя имперфект, желает подчеркнуть продолженность». Да, вот когда мы как русский читаем, учил и говорил, ну да, был такой вводе факт. Но в греческом языке, чтобы факт выразить учение и говорение, лучше всего поставить аорист. А если имперфект, то подчеркивается не просто факт, что он поговорил об этом, а подчеркивается, что он потратил какое-то время, какие-то усилия. То есть, это была какая-то длительность в этом учении и говорении о том, что ему надлежит пострадать. И это помогает нам, ну и так понятно, конечно, из общего контекста акцент на важности этого события, еще и за счет использования грамматического времени прочувствовать больше. Поэтому вот часто типично употребление имперфекта, чтобы почеркнуть для того, что какое-то событие длилось определенное время. Вот эта продолженность – одно из основных значений имперфекта. Следующее значение, тесно связанное с продолженностью – это начинательность. У вас в учебнике в качестве примера приведено Матфея 4.11. Речь идет о событиях после искушения Иисуса в пустыне. В данном случае нам интересен глагол «декунун» от его слованной формы «диаконео». «ди» – приставка, «аконео» – корень, ну и «о» – окончание. У этого глагола «альфа» удлиняется в эту, в этому «ди», и потом «э», вот это «да», он превращается в «диэ». Ну и это «эпсилон» слитный глагол, поэтому «эпсилон» сливается с «омикрон» и дает окончание «ун». Ну «диаконео», да, вот «служить», и слово «диакон», ну известное, знакомое слово, как раз происходит от того же самого корня. О чем здесь идет речь? Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы подошли и служили ему. Служили, имперфект подчеркивает длительность, но ситуация какая – ангелы подошли и начали служить ему. То есть здесь имперфект описывает действие, которое началось и продолжалось какое-то время. А откуда мы берем вот эту идею начала? Из контекста. То есть вот одеяло оставляет, ангелы подходят и начинают, и в течение какого-то времени потом мы понимаем, что служат ему. Ну еще давайте пару примеров тоже начинательного имперфекта. Например, в начале Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, вторая глава. И, открыв уста свои, учил их говоря. Ну и дальше начинается Нагорная проповедь. И вот это вот открыл уста, начал и в течение какого-то времени продолжал учить. И здесь для описания такой вот ситуации продолжающегося учения имперфект оказывается весьма уместным. Ну и еще один пример, который тоже часто относится к начинательному имперфекту. Из Евангелия от Иоанна, из 4 главы, помните, там описана беседа Иисуса с женщиной-самарянкой у колодца. И вот уже после этой беседы, когда уже женщина ушла в город, там рассказала о нем, а тут Иисус беседует со своими учениками, вот такой интересный эпизод. То есть когда в городе услышали рассказ этой женщины, тридцатый стих. Здесь нас интересует имперфект эрхонтон. Кстати, может быть вам чуть-чуть тяжеловато будет узнать это слово, но помните, в имперфекте, если глагол начинается с гласной, гласная удлиняется. Альфа и эбэпсилон удлиняются в эту. И если вы подумаете, что это может быть эпсилон, то смотрите, эрхонтон, это от эрх, но еще обратите внимание, онтон, окончание среднестрадательного залога, поэтому поставьте первичное окончание среднего страдательного залога, и вы получите эрхомай. Уже знакомый, изученный нами глагол эрхомай, и приходите. И вот эрхомай в имперфекте имеет значение эрхонтон. Видите, приращение, эрхонтон превратилось в эту, и первичное окончание заменилось на вторичное окончание. В целом, что получается? Они вышли из города и шли к нему. Или пошли, и шли к нему. Вот это вот, они вышли из города, да, произошло событие, какой-то старт, и шли к нему в течение некоторого времени. В чем здесь значимость имперфекта, почему нам важно обратить внимание на эту начинательность и длительность, связанную с имперфектом? Потому что пока они шли из города, то есть люди, которые услышали рассказ вот этой женщины, встретившей Иисуса у колодца, Иисус разговаривает со своими учениками. Вот он разговаривает с учениками, и в этот момент из города к нему идут люди. И вы, кстати, помните вот этот эпизод во время разговора, когда он говорит о жатве, да, вот, посмотрите на нивы, как они побелели, готовы к жатве. То есть он призывает их посмотреть на нивы, ну, имеется в виду, конечно, не физический сбор урожая, Амеется в виду, что люди приготовлены для того, чтобы услышать призыв евангельский и откликнуться. И в этот момент народ идет из города к Иисусу. И вот эти вот люди, приближающиеся, идущие, находящиеся в процессе приближения к Иисусу, это те самые нивы, на которые должны обратить внимание ученики. И вот он это все рассказывает, и они приходят. И вот имперфект, он создает такую драматическую картину. И не случайно автор использует имперфект, вот эта вот длительность, она для данного контекста и важна, и интересна. Так что вот вышли, начали свое хождение, и какое-то время идут. Так что имперфект означает продолженное действие. Ну, иногда вот контекст привносит такое начинательно продолженное значение, ну, когда в контексте явно подчеркнуто, что действие началось, но имперфект, говорит, и началось и продолжалось какое-то время. Третья категория. Действие может быть не длящимся по своей природе, а просто многократно случающимся. Давайте мы тоже посмотрим из учебника. Лука в 18.3. Это такое наставление Иисуса по поводу того, как нужно молиться. И в рамках этого наставления он рассказывает притчу про неправедного судью и бедную вдову. Там, например, рассказывает о суде, о которой Бога не боялся и людей не стыдился. И вот третий стих. Мы с вами уже сталкивались с этим глаголом. Это имперфект от R-хамай. Эпсин превратилась в эту. Первичное окончание заменилось на вторичное. Поэтому R-хамай в данном случае в третьем единственном предстает как R-хэто. И приходила к нему, говоря, защитим меня от соперника. Вот это вот «приходила» в имперфекте здесь явно подчеркивает многократное действие. То есть она не шла к нему, то есть контекст не позволяет такую интерпретацию, как вот люди вышли из города и шли к Иисусу. Здесь имперфект имеет значение многократности. То есть раз пришла, другой раз пришла, третий раз, четвертый раз пришла. То есть она периодически ходила. Мы и из контекста понимаем, что она приходила к нему не раз. И еще и глагольное время тоже подчеркивает многократность. Еще давайте один пример посмотрим из Евангелия Атаана, тоже с многократным имперфектом. Это из 19 главы, третий стих. Я напоминаю контекст. Иисус находится перед судом, и Пилат в том числе и устраивает его там наказание, обичевание и так далее. И вот солдаты, которые там собираются, они издеваются над Иисусом. И вот как бы часть этого. Третий стих. И приходили к нему, и говорили, радуйся, царь иудейский, и давали ему пощечину, да? И били его по лицу. Более литературно перевести. Но еще по поводу радуйся. Хайрей. В греческом культуре пожелание радости было стандартным приветствием. Когда мы здороваемся, мы говорим, здравствуйте, да? И мы при этом не думаем о здоровье, просто это стандартный способ поприветствовать человека. А греки хайрей, да, радуйся, тоже, может быть, зачастую не думали о радости. Это был такой стандартный способ поприветствовать. Поэтому хайрей не обязательно надо переводить как радость. Это можно переводить как привет в каких-то контекстах. Или вот здесь хайрей, там, царь иудейский. Да, здравствуй, царь иудейский. Это какое-то приветственное обращение. Понятно, что это такая насмешка, издевательство. То есть ему говорят, да, здравствуй, царь иудейский. Бьют его при этом. Но нам нужны сейчас имперфекты, видите? Ахонто и элегал. Твоя имперфекта. Она уже знакомая нам. Ахонто, да, вот. Идти, приходить. А вот здесь подходить в данном контексте. Подходили к нему и говорили. Здесь не просто идет хождение в течение какого-то времени, не говорение в течение какого-то времени. Потому что разные люди, разные солдаты, многократные события. Это не начало или продолжило. Если на начало не сделан акцент. Это вот другая категория многократности. То есть много раз, раз за разом они подходили и говорили и били. И вот это вот многократное издевательство, но помимо того, контекстуальных факторов, еще и подчеркнуто, опять-таки, использованием грамматической формы имперфекта. Ну и давайте еще один любопытный возможный пример из Евангелия от Марка, пятая глава. Это история про женщину, которая 12 лет страдала кровотечением. И вот потом она вдруг услышала об Иисусе, и у нее появилась надежда на то, что она может быть исцелена. И вот Иван Глядмарка, 5.28. Ибо она говорила, если прикоснусь и одежда его, буду исцелена. Здесь «содзор» глагол, который вы изучали, как спасать. Но в контексте, да, вот спасение подразумевается, что для нее значит спастись, буду исцелена. Ну и «содзор» может иметь значение исцеление. Так вот, смотрите. «Говорила», кстати, вот «элеген», я в данном контексте перевел, «говорила», потому что по нему речь идет о женщине, не говорил, ибо она говорила. И говорю, вот если прикоснусь и так далее. И вот это «говорила» в имперфекте может иметь значение многократности. То есть она услышала об Иисусе, она хочет исцелиться. И она говорит, если прикоснусь и исцелюсь, если прикоснусь и исцелюсь, если прикоснусь и исцелюсь. То есть у нее появилась какая-то надежда, и она вот в этой надежде говорит, 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 говорит. И может быть где-то и себя даже уговаривая, и как-то способствует тому, чтобы в ней возникла надежда. И просто как выражение эмоций. Так что «элеген» здесь может иметь значение многократности.